Сегодня давайте поближе посмотрим на проблему психического здоровья. Что нужно для того, чтобы иметь крепкое психическое здоровье? Для того, чтобы иметь крепкое психическое здоровье, нужно предпринимать профилактические действия, лучше предпринять профилактические меры, чем потом лечиться. Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это общее благополучие человека. К счастью, сейчас много говорят о благополучии, об изменении образа жизни, и люди применяют это. Нам нужно быть более осознанными в отношении психического здоровья. Есть много предрассудков, связанных с любыми болезнями ума. Вследствие, во-первых, люди не хотят признавать болезнь, во-вторых, не хотят рассказать о ней, и они не хотят ничего предпринимать или получать помощь от медицинского сообщества. Это происходит из-за предрассудков, связанных с психическим здоровьем. Нам нужно избавиться от всех предрассудков. Здоровье не может считаться полноценным, если оно не включает в себя четыре аспекта – физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье и духовное здоровье. Только когда все четыре аспекта присутствуют, когда они сильны, человек может считать себя по-настоящему здоровым. Можно сказать, что в разных частях света есть недостаток разных аспектов здоровья. Например, одни сильны физически, но слабы ментально, другие ментально сильны, а физически – не очень. Если у вас сильны оба этих аспекта, то социальный фактор слаб – это когда отношения с людьми в обществе не очень приятные. У людей не получается дружить даже с несколькими людьми. Или если есть несколько друзей, не получается сохранить эту дружбу. Это недостаток социального здоровья. И, конечно, духовное здоровье – это широкое видение своего положения, того, кем ты являешься и что такое жизнь. Искусство жизни предлагает программы для полноценного здоровья. Они дают понимание о себе, о том, как держать ум в чистоте, как поддерживать ментальную гигиену, держать ум свежим, креативным и скоординированным. Социальное взаимодействие становится более гармоничным и приятным. Физическое здоровье становится более крепким. Искусство жизни заботится обо всех четырех аспектах нашей жизни. Сегодня, в Международный день психического здоровья, давайте дадим клятву помочь тем, кто нуждается в помощи. Я вижу это так. Если вы идете по улице и видите кого-то, кто несчастен, нам не нужно просто проходить мимо. Всегда, когда возможно, нам нужно остановиться и обменяться несколькими фразами, поговорить с этими людьми. Сначала это может показаться немного странным, но когда мы начнем это делать, мы увидим, что это огромная помощь людям. Во многих странах мира мы начали программу «Опрос счастья». Волонтеры ходили от двери к двери и спрашивали людей, вы счастливы? Если вы несчастливы, в чем причина? Знаете, много-много людей ответили, что это первый раз, когда кто-то спросил их, счастливы ли они, о том, чего они хотят в жизни. Сам этот вопрос порождает так много комфорта. Он порождает позитивные эмоции в жизни такого большого количества людей. Я думаю, это то, что всем нам нужно делать. Сделайте этот шаг к тому, чтобы сделать мир лучше и счастливее. Психическое здоровье — очень важная часть этого. Нам не нужно ждать, пока кто-то станет совсем больным, чтобы понять, что у него ментальные проблемы. Нам нужно предпринимать профилактические меры. Предотвращение намного лучше, чем лечение. Предотвращение происходит с помощью медитации пранаямы и сударшан-крии. Сегодня я общался на встрече с докторами из разных стран, от Америки, Канады до Японии. Они говорили о влиянии сударшан-крии и медитации на психическое здоровье пациентов по всему миру. Это так сильно воодушевляет видеть, как наши практики, медитация, пранаяма, крия помогают людям вернуть здоровье и поддерживать его. Сегодня давайте все вместе дадим клятву, что будем вносить свой вклад для того, чтобы мир стал лучше, чтобы мир вокруг нас был более счастливым. Давайте найдём это счастье внутри себя и принесём счастье людям вокруг нас. В следующем видео медитация на психическое здоровье Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»